Это кому-то нужно. Вот сейчас Запад дошёл до ситуации, когда ему нужно говорить с нами, а не только нам с ним. Они это понемногу начают осознавать. Любить они нас от этого не начали и не будут, но они понимают так же как в 40-е годы, как в 50-е годы, что разговаривать придём. А значит должна быть площадка. И ОБСЕ здесь для них наиболее удобно. Именно отсутствие обязательности решений ОБСЕ позволяет нашим западным, прости господи, партнёрам делать вид, что они тут как дурима совершенно ни при чём. Ну приехал русский, поговорил, в кулах ещё кто-то с кем-то поговорит, ладно. Нам это выгодно? Да. Нам это выгодно, потому что есть площадка. Да? Не потому что она принесёт успех. И нация политически огромная. Чтоб вот всё то безобразие, которое творилось некоторое количество лет, остановить нужно примерно столько же. Спасибо. Спасибо. Об участии главы российского МИД в саммите ОБСЕ мы говорили с научным руководителем Института региональных проблем Дмитрием Журавлёвым. На этом мы с вами прощаемся. Это была программа «Сегодня утром». И до скорой встречи. Обновь передаём слово коллегам из новостей. Пока. Пока. Ты всегда понимал, чего хочешь. И на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем ху... Пять вечеров с Евгением Мироновым. С понедельника по пятницу. На общественном телевидении «Россия». «Россия». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Об этом сегодня сообщили в Минобороны. А это кадры боевой работы истребителей Су-35 на Сватовском направлении. Во время одного из вылетов экипаж обнаружил радиолокационную станцию и выпустил по ней ракету. Цель ликвидирована. На Купинском участке фронта системы залпового огня Торнадо-С уничтожили пункты временной дислокации и скопления техники ВСУ. А войти группировки в Запад обеспечили безопасность движения транспорта. Военная полиция сейчас круглосуточно патрулирует дороги и тщательно досматривает автомобили на блокпостах, чтобы предупредить действия диверсионных групп. При осмотре машины особое внимание уделяется с просмотром документации, соответственно, чтобы все было в этом плане законно. Досматривается кузов, кабина, неважно, на предмет каких-то неучтенных боеприпасов. Посмотрим обязательно багажник, салон, просматриваем все под сидушками. А в Херсонской области бойцы ВДВ уничтожили на правом берегу Днепра украинскую арт-установку и станцию связи. После того, как наши беспилотники обнаружили позиции ВСУ, десантники нанесли по ним точные удары баражирующими боеприпасами «Ланцет». Варшава передала Киеву 18 самоходных гаубиц «Скраб» и готовится отправить еще 56. Однако общий тренд явно меняется. Как пишет западная пресса, Германия и Франция хотят сократить свои взносы в Европейский фонд мира. Из него обычно закупалось оружие и техника для Украины. А в Белом доме заявили, что отчаянно нуждаются в деньгах для ВСУ, которая отказывается выделять Конгресс. Неутешительный прогноз дал Эгенсек НАТО. Очевидно, прогресс не такой большой, как можно было ожидать после двух лет. Мы все надеялись на большой прогресс. Но почему это не сработало? Планировать войну очень сложно. Вы не опасаетесь, что ситуация на Украине в будущем будет не лучше, а хуже? Мы должны готовиться к плохим новостям.